Решили мы с Валентином Ивановичем съездить на охоту на три дня. Посторожить и посмотреть северную утку нашу. Ну как бы две ночи, ну три дня можно сказать. Ну да, двое суток в общем. Долго думали, погода плохая не очень, обещают дожди, но все-таки решили, потому что у меня отпуск заканчивается, потом будет некогда, а завтра обещают северяк. Самая лучшая погода для перелета на северной утке. Мы на реке Вычигда. Первый снежочек, да? Что-то обещаю, да? Написали же в Вологодской области, уже снег выпал. А что-то в Москве тоже обещают снег, зажжем. В общем у нас с собой лодка, прицеп, сейчас все это скидываем, загружаем и начинаем наш путь. Нам вон в ту сторону. За один раз сегодня утащим, вещей много, поэтому скорее всего будем два раза. Сначала палатку, либо чучела, либо наоборот, посмотрим. Охота интересная, сложная, очень много движений, разгрузки, погрузки, палатка, чучела, лодки. Все это самая сложная охота, наверное, самая такая трудоемкая, но нам того стоит, если попасть на перелет. Ладно, собираемся и едем. Сейчас давление Владимир Иванович поднимет в баллонах, в днище. Ставим мотор, загружаем. Первая охотка у нас будет, друзья, это палатка, спальники, печка. Взяли свои брикеты, вот, ну такая вот, будто вуха, можно сказать. Второй заезд уже был, увезем уже чучела и все остальное. Понимаю, что у меня на канале охотников не так много. Большинство все-таки это рыбаки, ну и любителей такого отдыха в лесу в тайге, но именно для охотников снимаю это видео. Неделю назад же была. Еще при южном ветре. Я и был в северях, не помню. Не был, не был. Тепло было. Ну полетело. У нас такая вот загрузка и полная лодка вещей. Это все вещи будто в ухо. Блин, он стареешь. Да. Уже в очках. Уже в очках. Глядали. Куда деваться. Не говори. Ты уже почти как Анатолий Юрьевич, остался курсы отрастить. Зато я сейчас вижу, блин, реально уже. Более-менее не вижу, кстати. Ну минус 0,5 с самого начала. Это только начало. Не говори, блин. Анатолий Юрьевич, остался курсом. Добрались до площадки Вот сюда в это место будем ставить палатку Добрались до площадки Добрались до площадки Добрались до площадки Мы уже на месте палатку поставили сделали освещение сейчас быстренько перекус время уже четвертый час вроде как тучки сгущаются Попьем сейчас чайку, съедим по бутику Еще шалаш надо делать, работы много Буквально 15-20 минут перекур Вещи просто по палатке все раскидали вокруг, все что можно было, чтоб дождем не намочило Мы сейчас сыра с колбаской порежем А, это зеленецкая, да? Надо трубочки заплавить Сейчас за лето все по шкуру Пока тут и шторгры делал Сейчас сделаю, открываю все Что так заросло что-то? Это у нас первая стая Правая Здесь около, наверное, 35 Хохлато-черните Потом посередке Две черните Свизи Шилохвость Парочка И еще хохлато Штук на раз 15 Такой естественный шалашик Есть палки То есть палки не надо втыкать Сейчас мы это место вокруг обрубим Лишнее все уберем И просто ткань вокруг этих палок натянем Вот такой вот соорудили мы шалаш с Валентином Ивановичем Сделали его из брезентухи Ну, такой как Плащ-палат, как называется Кусок такой большой И, в принципе, его хватило Вот так вот по диаметру Полукругом его завернуть Начинается дождь Ну, вот так вот все это дело получилось Вот ружье Попить Плащ на всякий случай На случай сильного дождя Ну, как-то так Камера показывает, как будто бы светло На самом деле, друзья, уже темнеет хорошо Время уже полпятого В общем, друзья, расположились мы потихоньку Камеру сушил, сушил Еще до сих пор до конца не высохло Запотевает Вот, в общем, что мы Немножку тут разложили Создали какой-то бытый уют Поставили две раскладушки О, все запотевает опять Поставили столик посередине Развесили все вещи Все сейчас делалось Все сушится Такая влажность в палатке Поставили кипятиться Кастрюльку Для макарон Вот У меня есть с собой Жареный хариус Я с собой взял У меня Ирина Александровна приготовила Чтобы сейчас вечером не возиться Макароны Подогреем хариуса На сковородочке Прямо на печке Ну и в принципе Думают отлично Будет хороший ужин Вот ты реально не попадался Вот на такие охоты Блин, мне так хочется Чтоб ты его попал нормально Блин, там такой просто азарт Вообще, блин Всем доброе утро Время у нас 4 утра Будилим прозвенел Ну и мы, конечно, встали Музыка дождя Короче, всю ночь поливает Да я думаю, там Выше летят Вот Перестает немножко И опять льет С новой силы Просто дождь конкретный льет Блин Погодка, друзья Не очень Не знаю, как получится Снимать охоту Потому что Будем стоять В шалаше В плащах 100% Будем промокать Вот Камеру не знаю Посмотрим Ну, какие-то эпизоды Все-таки может получиться Вот Что мы сейчас Насыпали кашу Такой быстро растворимой Которая Ну, кипятком Заваривается Со сливочным маслом Вот С шоколадкой Я думаю, сейчас Так вот Позавтракаем Так Патронов целый Целая бочка Вон там Синяя 20 литров Так Так Что Только утку нужна Не Пол бочки Пол бочки Да Очень плотно стали сидеть Прям Текучи Прям Ну что, друзья, начинаем нашу охоту. Уже стоим минут 15. В общем, ветер сильно растаскал наши чучела. Мои, точнее. У меня груза легкие, болты сделаны. Вот. Немножко штучек шесть, наверное, пораскидала по курье. Но ерунда, потом идем поправим. Сейчас пока так все оставляем. Какой-то был один пролетик, одиночка пролетит. Чирок, друзья. Перелет. Что за фирма? А? Что за фирма? Какая фирма? Манков. Ага. А,álандатат. А,уго, пионер. Твоим же пионер. Друзья, добыли гуси. Вот так вот, а вон шея торчит у меня, вот так вот прямо, вон он ходит, ходит. Сейчас вон на ночь буду добирать его, крыло видно перебили, вот стайка налетела. Камеру не успел включить, просто некогда было, надо было прятаться, шалаш. Летели, я порос гусиным гаганом и в нашу сторону. Расстояние такое было, наверное метров 45 по высоте, вот и отстрелялись, одного уронили со стаи. В общем, добыли гуси. Попрали немножко пучела, подраскидали их, а то их в кучу собрало ветром. Посмотрим, ветер северяк дует. Все-таки надежда на то, что утка какая-нибудь прилетит. Ну, по крайней мере, мы так надеемся, что какие-то будут пролеты. Посмотрим. Так, я хочу табачки эти. Нормально, там еще даже горячо. Даже еще горячо. И пока ставим. Смотрите. Гусика разделал, черка тоже, повесил пока, пускай немножко кровь течет, вот, ну и потом можно немножко поцелить и убрать. Че, Ольдин Иванович, какие планы сейчас? Спим, спим, мы уже поспали. А сейчас немножко подождем, сколько времени? Три, да? Да, часа в три выйдем, да? Часа в два постоим как раз на вечерке. В общем, друзья, время уже 23, сейчас съездим до ручья, наберем водички, пятишку, вода заканчивается. Смотрим, он против ручей есть, и потом мы сядем на вечерку. Дождь уже вроде перестал, пока гуся чистил, но опять начался, опять закапал, заморосил. По прогнозу вроде как дождь до вечера, до шести, до семи, и завтра вторник уже без дождя, посмотрим. Добыли мы связи. Фух, блин, бронебойная вообще, утки добрал её. Ладно. Вот такая ерунда, утка вообще бронебойная, блин, патрон выходит на одну утку дофига. Дождь, ветер, северяк дует. Лучше не придумаешь погоду, да? По сути, да. Все, короче, прелести охоты. Стоим в плащах, потому что по-другому никак. Либо сильный ветер, либо сильный дождь. Но опять идёт туча, сейчас буду опять поливать дождь, опять придётся камеру всю убирать. О, голубой. О, и хруст. Ну что, друзья, наконец-то мы наманили. Получилось у нас. Блин, добыли, в общем, трёх штук мы с Валентином Ивановичем. Налетели, вот, взяли, выстрелили и сейчас вот добивали уже, добирали. Одного уже прибило к берегу, сейчас второго прибьёт. И потом ещё третьего прибьёт и заберём. Отлично, ладно. Сегодня четыре штучки взяли, плюс чирок и гусь утренний. Время уже почти пять часов, темнеет. О, ну... О, ну, ну... Я же в прошлом году на весной на охоте делал, когда мы вас ждали, я ж там делал бедами, там жарили на сковородочке. Мы же когда только заехали весной, мы же крикоша нашли же. Мы же крикоша и сделали нашего. Скорее всего вашего. Там же, да, на озеро? Нет, он на реке плыл. А, он на реке плыл. Нет, он на реке прям плыл. А что, он мог так же улететь? Мог, да? А там просто больше никто не стрелял. Ну, короче, мы только заезжали, уже дичью оказались уже. Причем он свежий, хороший, без червей, да? Да, он еще холодно считает. Ну что, друзья, готовим мы бульончик. Вот, камера только-только высушилась. Готовим мы сегодня чирка. Уже чирок варится с полчаса. Сначала на газу закипятили, а потом уже поставил на печку. Сейчас на печке стоит и на печке варится. А если пока картошки почищу, морковки приготовлю, лука приготовлю. Ну, в принципе, будет у нас чирок, картошка, лук, морковка, лавровый лист, перчик. Ну и все. Самое главное. Короче, будет шулемчик у нас сегодня. Сварим на разок, чтобы на разок поесть, а утром уже там у нас яйца остались и творожок, кашка. Дождь обещает. Сейчас Анатолий Юрьевич звонил, посмотрел прогноз погоды. Обещает до 12 ночи. То есть обещали до 4 вечера, уже переместилось до 12 ночи. Как бы не переместилось, это дело на утро уже. Дождь уже реально, друзья, надоел, потому что сутки сидим под дождем. Дождь не перестает, уже сутки поливает. У меня пабулетки побольше. Давай, сейчас. Слушай, не говорю, снова утекли. Еще? Мясо. Да, сейчас мясо положу тебе. Все, хватит. Потом с чабулеткой добавлю. Программа минимум выполнена. Немножко постреляли. Черка сварили. В общем, в принципе, охота удалась. Три штуки, которые взяли, это оказался крахарь. Такой, видно, этого, может, годы. Молодой, молодой, крахалит. В общем, не такие прям большие, как они бывают, а чуть поменьше. Ну, крупные. В принципе, нормально. Не пустые уже. Гусика взяли, трех крахалей. Свизи одного и черка одного сварили. Вот. Еще завтра посмотрим. Утро, там, полдня до обеда что покажут. И... Будут. И сейчас попробуем. Блин, красный. Как по соли? И по соли, блин, нормально. Да. Я бы еще пеечку добавлю. О, вот это бульончик. Ум. 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 Красота. Здорово. Очень вкусно. Время где-то уже полпятого. Где двадцати. Без пятнадцати. Без пятнадцати. Одеваемся. И продолжаем нашу охоту. Сегодня, как и обещано было, дождь перешел в снег. Уже по крыше не барабанит, а шелестит снежочек. Снег. Ну и дождь шел всю ночь. И вот сейчас перешел в снег. То есть он даже не прекращался. Ладно, мы уже позавтракали. Быстрее как сейчас кашу приготовили. С творогом, с молоком. Поели вообще хорошо. Кофе попили. Ну и в принципе, вчера пораньше легли спать. Наверное, часов где-то около девяти. Бинокль всю ночь лежал под дождем и под снегом. Заодно его испытаем. Китайский бинокль. Посмотрим. Вообщем что, друзья. Мы на базе. Малентин Иванович сейчас дождусь. Он сейчас скоро подойдет тоже. Посмотрим еще у нас надежды на эту утрянку. Может что-нибудь да и получится. Посмотрим. Смотрим. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прилетело, друзья, уже 2 стаи. Одна небольшая штук, наверное, 6-7. Ну, 5-6-7. А сейчас у стаика хорошая пролетела, штук, наверное, 20-30. Вот, сначала в эту сторону пролетела стая большая. Видно, развернулась и обратно по реке. На нашу сторону даже не заходили на курьё. Еще развернулся. Еще развернулся. Еще развернулся. Поворачивает, да? Ага, поворачивает. Вот, иначе поворачивает и прям... Хвата было? Ну, в связи. Еще одна, друзья, стая пролетела, блин. Такая, ну, штук 40-50 была стая, хорошая просто, блин. Ну, они практически в курью не залетают, они все мимоходом туда-сюда летают. Что такое? Тоже самое. Мне кажется, та же самая, пошла на разворот и опять пролетела. Чего не ищут? Сюда-сюда. Не знаю, вряд ли, наверное. Они даже не приближаются. Заходили, блин. Утопные. Это как рякаш или? Просто? Четыре штуки, да. Куда на север-кто вылетите? Вы что, разворачивайтесь, сюда прыгаете? Низко-низко прям. Может, тут 10-15. Ну, видишь, где песок, вот пляж, да? Видишь, мыс такой длинный торчит. Вот прям над ним и туда-направо-кваток. Они прям на мелию ногами стоят, слушай. Ага. Давай. Друзья, крохоль еще один. Подранили его под ранок. Но они очень крепкие птицы на выстрел. Очень крепкие. Первый выстрел Валентин выстрелил. Он нырнул, потом вынырнул, полетел. И я его уже в лед взял. Подранок на той стороне. Сейчас Валентин Иванович возьмет лодку и будет добирать. Очень крепкая птица на выстрел. Как будто в бронежилете, в общем. Блин, стреляем. Садятся. Крохали, крохали. На пол стреляем. Давай стреляем в лед. Хорошо. Круг делать и стреляем. Давай сейчас плетаем. Блин, мое. Вот шанс был хороший. Положи, бля. Надо было в лед стрелять. Когда близко отлетели над щелами. И видно, друзья, стайка кархалей пролетела. Вот такая уже хорошая, штучек, наверное, двадцать. Далековато за щелами пролетели и туда сели. Наверное, тут, наверное, километр, наверное, на пляж. Ну, на воду, точнее. А до этого стайка была штучек шесть, наверное. Думали, что сядет к щелам. Три раза метнулись, круги сделали и улетели на этом все. Уже влево пошли, да? Видно? Уже влево пошли, да? Видно? Уже влево пошли. Я не знаю. Вот эти бы точно сели, мне кажется, хохлатые. Дураки. Это вот эти бы сели у меня. Вот это мы их дали. Да. Зачем? Ё-мо-я. Вот уже. Схема, друзья, не сработала. Крахаля поднялись и прямо по реке ушли в сторону юга. Не получилось. Хорошая стая штук двадцать, наверное. Жалко, конечно. Ничего не поделаешь. Наш замысел не сработал. Все гильзы забираем абсолютно. Все, что вокруг валяется, все в пакет, мусорку и домой. Что здесь лежат? Что-то так вот. Прямо. Раз уж. Куда сложим? Да. Подогреем супчиков вчерашнего нашего шлюмчика, отдохнем и будем весь этот лагерь собирать. Собрали, друзья, уже все чучела. Собрали засидку. Осталось только лагерь собрать. Все сложить. Ну, это все дело, конечно, увезти. Валентин Иванович поехал за второй партией вещей, потому что за один раз мы не влезаем. Что могу сказать? Могу сказать, что, в принципе, охота не сказал бы, чтобы было пусто. Взяли по итогу четыре крохоля. Черка одного сварили и гусь. Ну и, в принципе, сегодня одну стаю мы промазали хорошенько. Вот. И пару стаи мы пропустили, думали, будет садиться. В итоге они не садились и отпускали. Ну, раз, скорее всего, это была ошибка, надо было стрелять в лед крохолей. Крохоля сегодня немножко полетали. Но так, в принципе, я думаю, что классно провели время. По традиции съездили, посидели на северной утке. Возможно, что еще раз гоняем, посмотрим, как будет погода, как будут выходные. То есть пока неизвестно. Я думаю, что охота получилась. Немножко постреляли, добыли немного птицы, поели супчика, отдохнули хорошо. Я думаю, это самое главное в охоте. Всем пока, мы домой довольные, отдохнувшие и счастливые. Пока.